Мы находимся на неделе российского ритейла, разговариваем с гостями мероприятия. Ольга, расскажите про вашу школу. Наша школа является первой в России школой категорийного менеджмента 2.0. Мы активно продвигаем передовые методики ассоциации категорийного менеджмента, которые в мире и в Европе вообще давно существуют. И мы регулярно участвуем в различных сессиях, связанных не только с категорийным менеджментом, но и с ценообразованием, с управлением взаимоотношений с поставщиками. Расскажите ваши впечатления о деловой программе сегодня. Программа очень насыщена и могу заметить с удовольствием, что тема категорийного менеджмента выведена как одна из главных, потому что параллельные сессии в различных аудиториях посвящены именно этой теме. Лично я была спикером и модератором сессии категорийного менеджмента на Вайн Ритейл форуме и с удовольствием могу отметить, что на сегодняшний момент фокус, конечно, лежит во взаимоотношениях между сетями и производителями с точки зрения максимального удовлетворения покупателей. То есть в фокусе этих взаимоотношений является покупатель с его изменяющимся поведением, с его растущими потребностями. И очень много на стендах и в процессе Ритейл Вик мы увидели интерактивных решений, цифровых решений для того, чтобы создать новый покупательский опыт в розничных сетях. Ну, например, интересное, фантастическое решение, я считаю, винной категории, когда покупатель может взять с полки вино и тут же на экране прочитать про это вино все, для того, чтобы легче сделать выбор. Или интересное решение в фэшн-ритейле – это зеркала, встав перед которым, покупателю совершенно не нужно идти в примерочную, можно посмотреть, как ты будешь выглядеть в разной одежде. Расскажите про аудиторию, какая главная боль у нее сегодня? Я думаю, что главная боль для аудитории – это постараться поучаствовать во всем, что совершенно невозможно, потому что все идет параллельно. Лично у меня был очень большой интерес ко многим сессиям, услышать разных экспертов, познакомиться и пообщаться с теми, кого я давно знаю, поскольку я сама всю жизнь работала в розничном бизнесе и хотелось бы встретиться и обменяться вообще мнениями с людьми, но это физически невозможно, потому что все идет параллельно. Спасибо за ваше мнение. Оставайтесь с нами и не переключайтесь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!